здравствуйте дорогие друзья и гости на моем канале сегодня я как обещала хочу показать свою машинку обычную швейную машинку расскажу маленькую историю этой машинке уже 20 лет да может даже не 22 в 2000 году я ее о да мой папа мне ее купил покупали мою на рассрочку она около тысячи стоила и мы по месяцам расплачивались тогда покупала я в начале свои ну свои обучения закройщика когда я пошла учиться вот эта машинка у фирмы фав бытовая домашняя хорошая марка в то время фав была очень солидная марка но она до сих пор но вот таких бытовых машинок я сейчас от фав не нахожу в интернете это была серия номер серия select 1540 и рассказать хочу маленькую историю этой машинке мне когда вот я пошла вот мой мастер который меня учил тогда я сказал я хочу новую машинку себе купить потому что у меня была какая-то дешевая с aldi или чё которые она вообще ничего не шила толком меня только мучила дома и мне мой мастер сказала что покупаем машинку не электрическую не не компьютерную так как в то время вот началось уже первым первые были модели где было здесь табло по таблу можно было выбирать какой стежок у меня вот на кнопочках здесь стоит вот вверху где какие стежки и как сделать черное это все эластичные это это на простом стежке а это на эластичном стретч стежок сейчас покажу как это все настраивается у меня плюс к тому что у меня еще есть вот эти все принадлежности они находятся здесь внутри все вот эти ножки здесь объясняет объяснение какие у меня ножки вообще есть ну вот она сказала покупает только на кнопках почему потому что на кнопках они механические и никогда не могут сломаться если у тебя табло есть где идет компьютер если куда-то она сказала что залетит игла или еще осколок или еще чем то все уже какой-то стежок будет уже барахлеть его не будет работать по-нормальному еда и она была права вот этой машинке уже больше 22 года и ни разу я ее не относила на ремонт смотрю так чтобы она всегда хорошо чищу чищу ее на ней работала поэтому чищу смотрю чтоб она была достаточно всегда масло в ней и все нормально она очень тяжелая она около десяти килограммов может весит она очень тяжелая очень хороший такой стабильный пластик внутри вся металлическая поэтому она очень солидно и счет и мне никогда никаких проблем не делать у меня вот вертикальная вставка этой шпульки вставляется как нужно здесь можно убрать можно убрать эту транспортер или как называется нижний транспортер можно поставить назад здесь у меня верхний транспортер есть на верхнем транспортерм вставляется вниз и он помогает когда съешь эластичные ткани помогает тебе это все помогает верхний транспортер помогает чтобы ткань не растягивалась помогает всегда знаете когда помогает помогает вот ну короче верхний транспортёр у меня всегда стоит всегда он здесь у меня почти никогда я его не убираю он мне помогает идет в равномерное проходит ткань равномерно вот показать подножкой хорошо что в советы учительница когда слушала да вот и она смотрите когда она шьет аккуратно я покажу когда ткань сама по себе идет из-за того что верхние и нищние хорошо вместе работают и не надо ничего делать теперь когда иголку я могу вдевать очень хорошо стежки проходят теперь иголку я вдеваю в с помощью вот такой помощницы мне нас автоматически заходит туда и уходит мы здесь иголку менять такой шарик очень удобно не надо какую отвертку иметь и все теперь что у меня еще есть у меня здесь всякие лапки которые нужны вот сама оригинальные я не знаю для чего тут понять очень похожи вместе 1 и 2 смотрим что у нас есть вот это работает это один на прозрачную вот разница в чем прозрачную можно и прозрачную я прозрачную почти ни разу не шила пластмассовая шью вас но вот это основной и все у меня основная теперь у меня здесь третья лапка это тоже странно ведь сама даже не знаю какие у меня лапки есть тоже такая же у нее здесь есть меточки можно я все одной стандартно шью и все здесь есть меточки если хотите кнопкант вот они ведь они здесь очень хорошо идут такой у меня обычно нету таких меток они очень похожие здесь неправильно положено это какая не знаю это тоже однерка это тоже однерка непонятно ну короче надо разбираться сама не знаю разницы я в них не различаю они похожи сильно ну а теперь есть у меня это знаю что это у меня вот которые кнопка это называется я этим могу делать стежок которые спрятаны допустим подшивать штаны костюмовые это для замка маленькие это делает роль за он называется он скручивает край это чтоб делать пуговицы или что-нибудь штек штек-край делать вот так вставляется на что-то штек-тап мы уже слов на такой нету да и это можно вставить чтобы на декрайфов чтобы равномерно шоу ну в основном этим не пользуюсь здесь иглы уже ведь уже не скоро новое слону мне нужно у меня кое-какие количество есть шпульки которые вечно переделываю здесь масло здесь уже чистить надо видно все в поле в основном лежит кругом у меня все остальное так какие у меня настройки есть здесь я могу спокойно настраивать натяженность вот у верхней нитки здесь я могу когда зигзаг настраиваю как большой зигзаг широкими маленькие здесь могу иглу обменять в любую сторону ну и здесь сами кнопочки кнопочки вот они стежки все темно-синяя означает это стретч это трикотаж чтоб шить я должна поставить на самый стретч на темное и потом кнопочку нажать и тогда она будет срабатывать получается можно всякие всякие допустим я пробовала недавно на вот этой выкройку сделать для этого надо на зигзаг поставить вот эту выкройку я пыталась заменить оверлок сейчас вам обязательно покажу как он у меня работает этот стежок отлично отлично серьезного меняет стежок оверлок для меня иногда даже сильно сильно медленно я привыкла на больших вот она очень классно можно заменить оверлок супер стежок ну здесь всякое есть если подумать можно еще вот это взять попробую другой стежок взять тоже класс интересный стежок счет хорошо и возьмем чем другое возьмем допустим типа тоже тоже счет эти хорошо интересно даже ну вот когда вот покупать такую обычную домашнюю машинку лучше всегда знать что должен быть всегда всегда должен быть зигзаг очень интересно сейчас идет тройной зигзаг вообще прикол такое не видел еще никогда идет тройной зигзаг видите когда очень плотно надо тройной зигзаг можно конечно его настроить какой толщины какой он ширины будет возьму допустим чуть-чуть колесико на зигзаге сделаю уберу на тройку примерно половину тройной зигзаг мел маленький ну вот когда покупаете машинку смотрите чтоб машинка была тяжелая чтоб состав машинки был более более тяжелый меньше больше пластика и смотрите что то если она тяжелая конечно там она больше из металла внутри состоит чем из пластмасса и смотрите чтоб все было вот кнопочка основном или вот на колесиках тоже можно настраивать так чтобы механически без всяких компьютеров кто может себе позволить регулярно машинку поменять и если сломается новый купить тогда пожалуйста покупайте компьютерная но у меня вот это долго долго служит и она уже видите уже вся истарапанная когда иглу пробуешь или темная эта краска вот чушь танцевальные ткани они все красят черные танцевальные ткани они красят поэтому все такой черный уже снова вот такая маленькая информация про мою машинку какую машинку могла бы посоветовать но уже это нельзя нигде больше купить я не знаю и уже скорее всего серии это нету больше 20 лет назад уже кто ее сейчас уже продает у меня я искала на другую машинку смотреть чтоб маме купить и вообще я сейчас перешла на марку визекс вот там особенная история обязательно буду показывать когда оверлок свой покажу и от них есть хорошая бытовая машинка подарила я ее маме она стоит 150 евро и околост здесь она идет по ангиботам или по скидкам тоже можно еще дешевле купить и она солидная стандартная самое главное для пожилых людей вот этот мне нужно было искала ту же чтоб иголку вставлять нитку втягивать такая штучка была что помогала конечно иглу вставать чтобы не пальцами толкать ну вот все что я вот посоветую эту визекс я могу я прикреплю ее эту машинку в описании и можете спокойно заказывать эту машинку визекс и мне нравится но и вот когда у мамы шью она мне тоже очень нравится и счет она быстрее чем это кстати можно сказать ну вот друзья с вами буду на сегодня прощаться увидимся на следующем видео пока пока